Торжественное мероприятие, посвященное открытию класса правовой направленности в гимназии номер один, было ярким и долгожданным. Учреждение пользуется большим авторитетом в сфере образования, сохраняет свои славные исторические традиции и прирастает новыми. 21 ученик гимназии решил стать частью большого проекта «Юный прокурор», постигая все тонкости юридической сферы. Мы, учащиеся прокурорского класса, перед лицом своих сверстников и наставников, родителей и присутствующих почетных гостей, торжественно обещаем свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. Обещаем! Юные знатоки законодательства публично пообещали свято чтить и соблюдать Конституцию нашей страны, учиться самоотверженно и прилежно, быть образцом законности и правопорядка. Последние годы мы очень много говорим о профориентации, для того, чтобы подготовить еще раз вас, молодых людей, к взрослой жизни, чтобы каждый из вас выбрал свой путь развития. Последние годы мы системно открываем разные профориентированные классы. Это инженерная направленность, аграрная направленность, это и здравоохранение, это и педагоги. И очень важно, что ребята, которые получают дополнительно, кроме основного образования, профобразование, видят и понимают свой дальнейший путь развития. Однозначно, вот эту работу в области профориентации нужно продолжать. Возможно, нужно вспомнить хорошие советские времена, когда этим вопросом занимались в рамках нашего великого государства, когда каждый школьник, завершая и получая среднее образование, уже представлял, куда он пойдет учиться или кем он будет в ближайшее время. Вот и нам, педагогам, руководителям, нужно помочь направить вас в взрослую жизнь. После торжественной линейки состоялось открытие обновленного музея, созданного в память о защитниках Брестской крепости. Почетная миссия открыть после реконструкции музей, где собрана вся информация о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, была возложена на генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа и председателя Брестского облсполкома Петра Пархомчика. По традиции, руководитель надзорного ведомства провел урок, на котором он рассказал о своем профессиональном становлении, особенности службы в органах прокуратуры, требованиях, предъявляемых прокурорским работникам, а также ответил на интересующие вопросы ребят. Разговор получился основательным и очень интересным, а в завершении каждый ученик получил из рук генерального прокурора кодекс чести и памятные подарки. Для нас сейчас крайне важно работу с детьми, которые обучаются в этих провоженных классах, максимально насытить не только тем, чтобы они узнавали кое-что новое для себя из права, из юриспотенции, но мы растим будущих подрядов. Мы растим тех людей, которые с полным осознанием, с уверенностью, наличием в профессию юридического профиля, с полным сознанием и пониманием цели ответственности, пойдут работать в органы прокуратуры и другие государственные органы, изучая наши государства. Все дети профильных классов в обязательном порядке узнакомятся на практике с работой прокуратуры, других правоохранительных органов. У нас в плановом порядке проводятся уже мероприятия в целом по стране, когда дети профильных классов выезжают и на осмотр мисс происшествия, и присутствуют в зале судебного заседания, знакомятся в районных прокуратурах, в областных прокуратурах с непосредственно с работой прокуратуры. Выполняют другие функции для того, чтобы они лучше, глубже увидели, осознали ту ответственность, которая лежит в целом на прокурорском корпусе. Вторая направляющая этой работы, конечно, очень важная, это идеологическое правство. Ведь когда мы присягуем на работнику органа прокуратуры, мы еще говорим о разном чистоте. Дети должны четко понимать, что за этим стоит, что прокурорский работник, он не только на рабочем месте, а лицетворяет государство, справедливость, законность для повседневной жизни, должен для окружающих нести вот эту миссию. Миссию того, что это важно, это необходимо для того, чтобы был мир и порядок в нашем городе. Быть образцом законности, примером нравственной чистоты, проявлять упорство в учебе, свято чтить и хранить память о героических и трагических страницах нашей истории. Эти и многие другие задачи легли на хрупкие плечи 13 девочек и 8 мальчиков. Но их не страшит такая ответственность. Свой выбор они сделали осознанно и с большим рвением приступают к изучению правовых норм и законов. Когда шла речь о выборе правового класса, профильного сначала, ну когда я узнал, что был профильный класс, юный прокурор, прокурорский класс, я даже даже не думал о других классах. Для меня особо не были интересны другие науки, я скажу прямо, для меня было важнее больше взаимодействия с другими людьми, больше понимания их, разговоры. И я считаю, что прокурорская работа подходит для меня куда больше. Мои родители поддерживают меня во всех моих решениях, у меня не было таких вещей, чтобы мы родители спорили со мной что-то выбрать или нет, скорее наоборот. Данный выбор был сделан мной очевидно, потому что это, во-первых, в первую очередь это огромный опыт, то есть, ну нигде в престе я так не смогу. Мои родители, безусловно, поддержали меня в этом опыте, они направились, сказали, что «Ань, действительно, стоит попробовать, эта профессия может заинтересовать тебя со всех сторон, то есть, потом твой выбор будет сделан, может быть, в другую же профессию, но попробовать здесь, это действительно стоит». Специализированный класс концентрировал наиболее одаренных детей, ведь желающих учиться здесь было много, но отбор смогли пройти не все. Во-первых, это профильный класс, поэтому 7 баллов и средний балл свидетельства о базовом образовании, 7 баллов никто не отменял. Поэтому были еще попытки, но, к сожалению, ниже пропускного показателя не могли пропустить. А эти дети, 16 наших гимназистов и 5 это дети, которые пришли из других учреждений образования. Это было их решение, они абсолютно целенаправленно сюда шли, потому что многие из них действительно собираются поступать на юридические факультеты, в разные вузы. Поэтому, дай бог, я им всегда говорю, чтобы у них только все получилось, потому что это непросто. И сегодня, когда Андрей Иванович с ними общался, он акцент сделал как раз таки на том, что это непростое направление в деятельности. И настолько он заговорил их в этом смысле слова, и настолько полезные советы сказал, что я думаю, что многие из них, даже если сомневались, то вот этим он их еще больше привлек. И данная практика создания профильных классов себя оправдывает. Молодым людям в таком случае намного проще определиться со своим будущим, а главное, у них есть возможность начать углубленное изучение нужных предметов заблаговременно. И теперь юные защитники права будут усердно учиться и на практике знакомиться с работой ведомства, чтобы потом, вероятнее всего, стать хорошими прокурорами. Ирина Левчук, Эдорик Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.